В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В связи с этим перед правительством Российской Федерации встал ряд задач, которые необходимо было решить. Среди них создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, а также создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований. На сегодняшний день без конкурса в России создано 5 научно-образовательных центров подобного рода в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. В феврале 2020 года в Татарстане по поручению президента Татарстана Рустама Мениханова приступили к организационным работам по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. Научно-образовательный центр Татарстана, он создается. Сегодня мы очень активно уже несколько месяцев работаем в этом направлении. И выбраны направления, в которых этот центр будет работать. Это направления, связанные с медициной, с нефтью разработки, новыми материалами, сельское хозяйство, машиностроение, автомобильные промышленности. Все ведущие университета Татарстана представляют свои проекты для участия в научно-образовательном центре мирового уровня совместно с крупными промышленными компаниями республики. Их объединяют цель создания прорывных направлений в науке и практике, которые обеспечат выход на мировые рынки. Решением президента Татарстана Рустама Миниханова 25 февраля 2020 года Татнефть и Химинвест Холдинг стал координатором научно-образовательного центра мирового уровня в республике Татарстан. В рамках этого проекта необходимо оценить все имеющиеся предложения и выработать единую стратегию для участия в федеральном конкурсе. Казанский федеральный университет на сегодняшний день занимает хорошие стартовые позиции, поскольку уже есть совместные проекты с реальным бизнесом, а также имеются успехи в инновационной деятельности. Благодаря этому ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был введен в состав совета директоров Татнефть и Химинвест Холдинга. Во время дистанционного заседания правления Татнефть и Химинвест Холдинга проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киасов и проректор по научной деятельности Денис Тургалеев выступили со своими докладами. Андрей Киасов представил на рассмотрение концепцию мультиомиксного форсайта здоровья человечества, подразумевающего анализ колоссального объема данных о каждом отдельном человеке, так и о группах людей. Денис Тургалеев рассказал о возможных оперативных ответах, которые даст научно-образовательный центр мирового уровня в Татарстане на такие масштабные вызовы, как рост потребления энергии, загрязнение окружающей среды и падение цен на нефть. Очень интересные были сегодня доклады, мы докладывались на холдинге, 8 докладов было по каждому из направлений, и очень интересные предложения по всем направлениям, и достаточно сильная такая коалиция получается по всем этим направлениям. И, наверное, я думаю, что в ближайшее время будет принято решение как-то объединить вот эти все направления и подать этот центр в федеральное министерство для того, чтобы участвовать в конкурсе на получение гранта на создание научно-образовательного центра мирового уровня. На данный момент осуществляются подготовительные работы для принятия решений по стратегии научно-образовательного центра в Республике Татарстан. Точные сроки подачи Татарстаном заявки на федеральный грант с целью создания научно-образовательного центра мирового уровня пока не определены. Ориентировочно это будет август-сентябрь. Ильвира Зорина, Фариза Хитеглы, Универньюс.